Уважаемые избиратели, я кандидат в депутаты по 24 округу Угданский. Родилась и выросла в Хабаровске. В 1977 году окончила Хабаровский государственный медицинский институт, педиатрический факультет. В микрорайоне текстильщиков живу с 1978 года. 36 лет работаю заведующей педиатрическим отделением и главным врачом детской поликлиники КСК. В 2005 году избрана депутатом Думы городского округа города Чита. Я работала первым заместителем председателя Думы. Работу депутатов знаю очень хорошо. Знаю проблемы округа. Имею предложения по их решению. Имею хороший опыт работы с администрацией города и депутатами законодательного собрания Забайкальского края. Готова всегда говорить прямо и открыто. Решать проблему округа и города Читы честно и справедливо. Считаю, что депутат округа должен сконцентрировать усилия на решении следующих проблем. Социально-культурное развитие микрорайона КСК. Это самый молодежный микрорайон. Каждый третий житель от 0 до 18 лет. В микрорайоне нет ни одного развлекательного центра для детей и подростков. Несмотря на многолетние просьбы жителей, нет парка, где можно разместить и спортивные, и детские площадки, аттракционы для детей и взрослых. За всем этим мы вынуждены ехать с детьми в город. Транспортная проблема. Утром в город добраться очень проблемно. А вернуться после работы или учебы еще труднее. Число транспортных средств растет. Дороги Парахова по Олимпийскому проезду перегружены. Проблема даже не в том, что маршрутных такси не хватает, а в том, что нет должного контроля за их работой, за соблюдением графика движения. С целью улучшения доступности для населения и доезда жителей города до Краевой инфекционной и Краевой психиатрической больниц, предлагаю соединить КСК в районе Краевой психиатрической больницы с федеральной трассой. Это даст возможность не только разгрузить существующие потоки транспорта, но и организовать кольцевой маршрут КСК ГРЭС Ивановка-Застеп, который востребован населением сельчан и дачниками. Асфальтовое покрытие придомовых территорий. Дома 4-5 микрорайонов от 0 до 25 лет. Ремонта асфальтового покрытия практически не проводилось. Это же относится и к дорогам внутри микрорайона. ЖКХ. Все внутри домовое оборудование старое. Самовольное размещение металлических гаражей на придомовой территории. Самовольное подключение торговых киосков и металлических гаражей к электричеству жилых домов. Капитальный ремонт жилых домов. Решать эти проблемы нужно ежедневной работой с управляющими компаниями. И самое главное. На территории микрорайона текстильщиков жизненно необходимо строительство нового типового здания городской детской поликлиники номер один. Строятся новые микрорайоны. Численность детского населения растет. Количество посещений в поликлинику увеличивается с каждым годом. При плановой мощности 150 посещений в смену поликлиника выполняет более 500. Это отрицательно сказывается на качестве оказания медицинской помощи детям. Из-за дефицита рабочих площадей нет возможности разукрупнить педиатрические участки, организовать должным образом работу врачей и регистратуры, открыть дневной стационар, кабинет ЛФК, продолжить оснащение поликлиники современным лечебно-диагностическим оборудованием. Считаю, что депутат должен быть доступным для избирателей. К сожалению, депутаты от партии прежнего Сосыва Думы часто ни за что не отвечали, не бывали на округах. Избиратели их просто не знают. Обещаю абсолютную доступность. Еженедельный прием избирателей округа. Это только самые острые вопросы в деятельности депутата. Будет и масса других. Если избиратели окажут мне доверие, намерена настощиво продвигать и решать эти вопросы. В заключении призываю всех принять активное участие в выборах депутатов Думы городского округа 6-го Сосыва.